Заручившись поддержкой апостолов, Калистрат надумал разоружить верижников, бывалых поморских охотников. Но вот как это сделать без шума и кровопролития? Угодливый ксенофон подсказал, что надо выйти к верижникам с иконами и песнопением, позвать всех на тайное моленье к часовне, и пусть они ружья и рогатины сложат возле избы духовника. И там на моленье возле часовни объявить, что в старца Филарета вселился нечистый дух, и что апостол Калистрат узрил, как на голове Филарета проступили рога. Апостол не растерялся и сбил рога с башки старца Еретика. И вот, мол, решайте сами, какую епитимью наложить на старца за гордыню и святотатство и за убийство апостолов-праведников. Перед иконами верижники не устояли, попадали на колени. Ксенофон позвал всех на тайную молитву к часовне, да чтоб ружья и рогатины сложили возле избы духовника. Калистрат не вышел с крестом, спрятал его под рубаху и знаками подозвал своих трех единомышленников, блудливого Луку, Никиту и Гаврилу. Они и остались возле ружья и рогатин, а с ними и Калистрат. Ксенофон Тимофей и Андрей с верижниками распевали псалмы, подались к часовне. Верижник Лука рысью побежал за юсковыми и за другими мужиками, которых когда-то подговаривал Калистрат, свергнуть душителя Филарета. Возле чернеющих избушек и землянок в разноголосье запели петухи, вторые. У Калистрата зуб на зуб не попадает. Удастся ли апостолам уговорить верижников или те кинуться выручать Филарета? — Благослови, Господи, лютую крепость, — руша умолился Калистра, — вразуми мя, спаситель, как вершить волю твою. Не бежать ли пока не поздно, в Тобольск, Вышимли, везде можно найти пристанище. И убежал, если бы не подоспели четверо юсковых, Третьяк, Микула, Михайло, Андрей. Еще подбежали мужики и взялись за ружья. Третьяк, позабыв про племянницу, пытанную огнем, погнал верижников Никиту и Гаврилу поднимать мужиков-посконников. — Взяло борзо, супротив верижников-дармоедов, — вся община поднимается, Калистратушка, — вот они ружья-то, наша сила теперь, слава Богу. Калистрат молча достал из-под рубахи золотой крест, — глядите, мол, духовник перед вами. Третьяк размашисто перекрестился, — Слава тебе, Господи, свершилась воля Твоя, — повергнут Иуду мучителя, возрадуемся. Мужики действительно обрадовались. Кому интересно кормить дармоедов-верижников, да замирать от одного их взгляда. На улицу выбежала Ефимия с телом Веденейки на руках, голая. Калистрат успел схватить ее, но она вырвалась. — Ефимия благостная, куда же ты бежишь, голая? — Изыди, 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 — кричала Ефимия. Третьяк снял с себя однарядку, накинул на плечи Ефимии и подозвал Михайлу и Андрея, чтобы они увели ее в избук Данили, да поскорее сами возвращались. Со всех сторон подбегали мужики. Вскоре набралось человек пятьдесят, и ружья верижников разобрали. Не успели третьи петухи допеть свои песни, как от часовни с апостолами, и без песнопения вернулись верижники. Калистрат хоть и трусил, а вышел навстречу в облачении духовника и объявил волю апостолов. — Молитесь, братья! Порушилась крепость сатанинская, какую породил своей гордыней старец Филарет, отринувший Иисуса. — Молитесь, и благость будет! Жить будем миром и добром, а не пытками и кровью, какие учинял нечестивец Филарет. А вы сторожили те пытки с ружьями, грех был, великий грех. Ружья и рогатины не вериги, а огонь и смерть. Пусть ружья носят правоверцы семейные, а не пустынники праведники. С ружьями ли по земле иудейской, египетской и вавилонской хаживали Моисей и сам Христос? В разноголосии по Петушиному и недружно отвечали верижники. Филарет, старец, так и заведено было в поморье. Молитесь, молитесь, братья! Не ружьями молитесь, а перстами, как спаситель заповедовал. Верижники нехотя расползлись по своим землянкам и избушкам. Ничего не поделаешь, придется молиться перстами. Но как же охотиться на зверье с голыми руками? Может, еще удастся вернуть Филарета в духовники? Лопарева вели на веревке по степи, чтобы он указал, на каком месте Бог послал ему кобылицу с жеребенком. Тащили да приговаривали. Кабы всех бар вот так веревками повязать да на рогатины вздеть. Хвально было бы Иисусу. Ростная степь умылась солнечными лучами и чуть обсохла. За минувшую ночь праведники до того излупили барина, что он еле передвигал ноги. Не ругался и не проклинал своих мучителей. Успокоение и примирение настало. И вдруг показались верховые, и апостол Павел сказал, что надо подождать, не из общины ли. Безбородый Лука приставил ладонь к колбу, пригляделся, вроде Третьяк с Михайло и Юсковым. Ври, не поверил Ларевон. Говорил же батюшка Третьяку и всему становищу Юсковых, каюк в нонешнюю ночь, и калистратушке так же. Потому и Верижников с ружьями призвал, как тот раз еще в Поморье, когда пожгли себя филипповцы. Третьяк, Господи помилуй, ахнул Верижник Терентий, помощник апостола Павла. Михайло с ним двое пасконников и апостол Ксенофон Благостный. Теперь и Ларевон видел, Третьяк скачет с ружьем и с рогатиной, и Михайло с ружьем и с рогатиной, и пасконники с ружьями. Спаси Христос, перепугался апостол Павел, а от келю пасконников ружья объявились. Пасконниками называли семейных правоверцев, землепашцев, ремесленников, пастухов, скотников. Им всем строго-настрого запрещалось брать в руки ружья. И только в становище Юсковых были ружья, потому что кузнец Микула под пачпортом пустынника, и Третьяк тоже объявил себя Верижником с ружьем. Хитрость Филаретову проведал, да воспользовался ею. Вот почему Третьяк советовал Лопареву примкнуть к Верижникам и взять себе в тягость не Борону, не чугунные гири, а ружье таскать. Лопарев до того обессилел, что не ждал спасения. Какая разница, сейчас ли его прикончат, или к вечеру. Третьяк-то, Третьяк-то, а, суетился Ларевон, не веря собственным глазам. Живой еретик-то, живой! Пятеро верховых все ближе и ближе, и ружья на изготовку. Только апостол Ксенофон без ружья, он и подъехал первым, не торопясь спешился. За ним Третьяк с Михайлом и двое бородачей, пасконников. Ксенофон благостно и указал рукой на Лопарева, развяжите праведника. Лобастый лысый Павел поднял ладонь с разобщенными пальцами между средним и безымянным заявил. Еретиком объявился Барин-то, и веру нашу отринул, и духовника ругал непотребно. Ксенофон также поднял ладонь, сказано, развяжите и дайте ему ружье. Так повелел духовник, объяснил Ксенофон, и ни слова, что Филарет не звергнут. Лопарев только покривил распухшие губы, теперь он никому не верит. Руки у него до того отекли, связанные за спиной, что он едва ими шевелил. Вережник Терентий протянул ему ружье, но он не взял. С него хватит и той охоты, какую он пережил за минувшую ночь. Бери-бери, праведник, просил Ксенофон, не внявший словам лысого Павла, что Барин еретиком показал себя. — Зачем оно мне ружье? — хрипло, — спросил Лопарев. — Меня и без ружья примут на каторги. — Вообще не останусь, нет, с меня довольна, — и отвернулся. Ксенофон взял ружье у Терентия, потом у Безусова Малого Луки, а Ларивон попятился с ружьем в сторону. — Самому батюшке Филарету, сирич того, спасителю нашему отдам ружье. Ксенофон молча отнес ружье в сторону, шагов на десять, и сказал Лопареву, чтобы он тоже отошел, потому будет сказана воля духовника. Стали лицом к лицу пятеро подъехавших, к четырем. Ксенофон указал на Лопарева. — Собаки нечистые, как вы избили праведника, какой пришел в кандалы, закованный искать милости, а не батагов. — Ах вы, собаки! А тебя, Ларивон, бить будем. Батюшка твой еретиком объявился. Иисуса отверг, Бога отверг, и рога сатаны на лбу выросли. От такого неожиданного сообщения гигант Ларивон лишился дара речи, а вместе с ним и его сообщники. — Повергли крепость Филаретову, повергли! — возвысил голос ксенофон. — И ты, праведник, прости нас, грешных! Сатанов всех ввел в заблуждение, да и в искус. — Правил нами, якозверь рыкающий. Нету теперь зверя. Веревками повязали, и кляп ему в рот забили. Микула Чепс готовит, и будет он сидеть на той чепи три года. — Иисусе! Духовник наш теперь многомилостивый Калистрат, братья! Ларивон чуть не упал от такого сообщения. Калистрат — духовник общины. Юсковский прихлебатель. Боров упитанный. — Не можно то! Не можно! — гаркнул Ларивон. — Не быть духовником Калистрату, кобелине, преклятому! Ксенофон затрясся от подобного святотатства. — Не можно, Гриш! — Не можно! — Батюшку Калистрата! Да погаными словами! А ну, праведники! Лупите, гада Филаретова! Ларивон отскочил и ружье поднял. — Не дамся! Убьем собака! И Ксенофон сам схватил ружье. Апостол да с ружьем! — Убьем, слышишь? И Луку твоего убьем, и чад твоих, и Марфу! Батюшка подскочил к Ларивону без усы и Лука. Молись, а ли всем пропадать, что ли, батюшка? — На колени собака! — кричал Ксенофон. — Благостно тебе было с нечестивым Филаретом крепость держать, да праведников попирать. Нету теперь той крепости собака на колени, а ли не жить тебе и Луке? Ларивон повалился на колени. — Дай сюда ружье Лука! Лука передал ружье Ксенофонту, и сам упал апостолу в ноги. Помилуйте, мол, батюшка, и меня с ним. Но Ксенофонт разошелся. Где уж тут до милости, если Ларивон посмел поганым словом очернить духовника Калистрата? — Бейте, праведники пса Филаретова, бейте его, бейте, чтоб долго помнил. А ты, Михайло, и я ружье возьмем, ежели он хоть рукой двинет, двумя пулями в башку ему. И тут началось поучение Филаретовой собаки. Ларивона, самого ненавистного для всей общины, тупого и упрямого, ревностного исполнителя воли батюшки Филарета. — Бей ты, праведник, бей! — призвал Ксенофонт Лопарева, но Лопарев отвернулся и пошел в степь. С него довольно-довольно, ему наплевать, кто теперь духовник общины, Филарет Мучитель или Калистрат Многомилостивый, именем которого лупцуют Ларивона. Одну крепость заменили другой и возрадовались. Ко всем чертям, пусть хоть сам Христос явится к ним в духовнике, Лопарев не отдаст ему поклона и не перекрестится ни кукишем, ни ладонью. Единственное, что еще тянуло Лопарева в общину Ефимия, надо же узнать, что с ней. О, до какой дикости и изуверства могут дойти люди. Надо вырвать Ефимию из общины, пусть она узнает, что жить можно и без всеношних молитв и родений, без тьмы тьмущей. Если бы Лопарев сам не был беглым каторшником, он бы увел Ефимию в город. Может, удастся скрыться в Варшаву? Достать бы подорожную бумагу и добраться до Варшавы, там у него есть друзья. Он не предал их, нет. О чем только не думал Лопарев, бредя по степи. Третьяк нагнал его. На поводу еще одна лошадь для Лопарева. Зило Борзо, садись, Александра. Лопарев вскарабкался на лошадь. Нету теперь крепости мучителя, Александра, возвестил Третьяк. Калистратушка сбил рога с филарета. Зило Борзо. И ружья отняли у верижников. Пусть таскают на хребте бороны или железяки. Прижмем, собак, прижмем. Вся крепость на верижниках держалась. Ох, что они вытворяли в поморье, кабы знал. Лопарев помалкивал. Жалко благостное мучение приняла за всех. Ефимия. Лопарев дернул коня за ременный чимбур и помчался рысью к становищу общины. Возле избы Третьяка бабий вопль по убиенному веденейке. Лопарев протиснулся в избу. Маленький стол убран на лавке тела веденейки, того самого веденейки, который перепугался, впервые увидев чужого человека. Кудрявая светлая головка, восковая свечка в ручонках и около сына на коленях Ефимия, укутанная по шею в тонкий холст. Платье не могла надеть. Напожженное и пораненное тело. Посмотрела на Лопарева долгим-долгим взглядом. Как она изменилась Ефимии. Ни кровинки в лице. Удивительно спокойная и какая-то сумная, отрешенная. Лопарев опустился перед ней на колени. Молилась за тебя. Тихо промолвила. Пытали зверя. Вижу, вижу. А по щекам слезы, как горошек. Если бы я мог знать Ефимия. Обманом увели в степь. Ефимия смигнула с ресниц слезы. Вздохнула, как будто что-то припоминая. Нет у меня сына Веденейки. Удушили. Что же ей сказать? Чем утешить? И есть ли утешение для матери, когда она стоит на коленях перед телом убиенного сына? Думала, убили тебя. Молилась, чтоб защитила тебя Матерь Божья. Ни о чем больше не просила Богородицу. Ни о чем боль. За Веденейку молилась, чтоб вырос да проклял старца-душителя. Не вырастет Веденейка. Не вырастет. Слезы высохли на глазах Ефимии. Ей бы надо плакать сейчас, стянать, а глаза сухие, дикие, горящие холодным огнем. Жить надо, Ефимия. Ты помнишь, говорила так. Ефимия покачала головой. Нету Ефимии, нету. Огнем сожгли. Погаными устами оплевали. Нету, нету. Мгновение помолчав, попросила. Отдай поклон Веденейке и ступай. Не зри меня, не зри. Тяжко мне, тяжко. Сами тяжесть жизни с меня, Мать Пресвятая Богородица. Сжалься. Не надо жить мне, не надо, не хочу. Иди, иди, Александра. Иди. Не песнопенями жизнь повита, а слезами да горем да смертью. Иди. Лопарев наткнулся на какую-то старуху, ударился плечом о косяк и не вышел, а вывалился из синей. Синели воды Ешима, веяло свежестью реки. Наотмели под водой сверкали камушки. Так же, как всегда, порхали над рекой птицы, а чуть поводаль, под навесистыми рябинами, резвилась рыба. А там, за Ешимом, равнинная степь, и нет ей конца края. Если там люди на том берегу, деревни, города, ну а дальше, что там дальше? Персии, что ли? Шахи с гаремами и со своей крепостью? И у них своя вера. Магометанская, кажется. Ну а что, если во дворце Шаха кто-нибудь скажет, нету Магомета? На огонь поволокут или будут пытать каленым железом? А река Барматала о чем-то, и кто знает, как далеко неслись ее прохладные воды. Зависть пятая Жизнь, как и река, с истоком и устьем. У каждого своя река. У одного извилистая, петлистая, с мелководьем на перекатах, так что не плыть, а обрести приходится. У другого бурливая, клокочущая, несущая воды с такой яростью, будто она накопила силы, чтобы пролететь сто тысяч верст, и вдруг встречается с другой рекой, теряет стремительность, шумливость, и начинается спокойное движение вперед к устью. Зато вперед глядеть радостно, неведомые берега тянут к себе новые люди, встречи и разминки, жизнь. С той поры, когда человек начинает ходить, он уже жизнеиспытатель, землепроходец, меряющий землю двумя стопами, а не четырьмя, как скот какой. Только птица разве сродни человеку? И чтобы ни в чем не уступать птице, человек еще в сказках взлетел на ковре самолете, и тогда же подумал, есть ли кто равный мне, и ответил, нету. В том его сила и слабость. Гордыня, властолюбие возносят иного на высоченную гору, и тогда начинается беда. Гордыня вознесла Филарета, и он возомнил о себе, что в него вселился Святой Дух, и ему нет равных. Попрал многих, оплевал, ожесточил, и его попрали той же хитростью, какой он правил. Калистрат перехитрил Филарета и сбил с него рога. Опамятовался старец связанным и с кляпом во рту. На другой день явился Калистрат с апостолами и объявил, что пустынники-верижники приговорили Филарета к епитимье на три года. И тут Филарет подумал, пусть тебе близко. Глянул вперед страшно, смерть-то вот она рукой достать. Отогнал прочь окаянное видение и стал глядеть назад в прошлое. Увидел себя парнем, холопом барским, нерадостно. На губе пробился уз, а в сердце любовное тление. Огонь еще не зачался, а только чуть лел уголек. Тот уголек заронила ему в душу холопка Дуня. Вспомнил, как ждал, что из уголька возгорится пламя, да не дождался. Холопку Дуню барин Лопарев выдал замуж за старого сластолюбца, приезжего из орла. В сердце Филарета образовался камень. От тяжести того камня кровью налились глаза и отяжелели руки. Поджег барскую маслобойню и убежал. Куда? По белу свету. Потом странники, такие же ожесточенные, обиженные жизнью. Спасение в старой вере вопили они, и молодой Филарет охотно принял старую веру, только бы не угодить в барские или царские холопы. С того пошло. Река в излучине точит берег, рвет его, обида и несправедливость ожесточают сердце. День ото дня сердце холодеет, твердеет постепенно, и тогда уже в нем не вздуешь огня радости. И Филарет отторг радостью. В мучениях пребывать должны мы, рабы Божьи, спасенье на небеси будет. Старая вера затмила небо и звезды, и жизнь. Свиделся с равным в себе полютой злоби к барам и дворянам с Емелей Пугачевым, беглым хорунжем из казанской тюрьмы, принял его как осударя Петра Федоровича и помог собирать войско. Пламенем восстания обожгло щеки и душу возрадовался. Силушку употребил в дело. Пережил разгром праведного войска и ушел в странствие. Не один с бабой. Казачку Просковьюшку прихватил с собой, синеглазую казачку писаной красоты. С казачкой хлопуша баловался. Хлопушу повязали, а Просковьюшка Филарету досталась. Не роптала на судьбу праведница. Любви не было, обида и горечь поражения жгли сердце. Прожил с Просковьюшкой сорок годов и ни разу не поцеловал в медовые уста. В 1694 году в Поморье, на речке Выги, при впадении в нее реки Сосновки, Данила Викулов основал первую староверческую пустынь. Раскольники там имели два главных монастыря – Выговский и Лексинский. В каждом из них была своя часовня с колокольной, келья для белиц и монахов, больница для престарелых и убогих, гостиница для приезжих и много хозяйственных построек. Монастыри подчинялись Раскольничьему церковному собору, где и занял почетное место духовника Филарет Боровиков. Все важные дела – торговые, строительные, административные, религиозные и нравственные – обсуждались церковным собором. Власть собора была всеобъемлющей. Особенно строго собор следил за тем, чтобы ни в чем не нарушалась старая вера. Всякого уклоняющегося от старой веры доставляли в собор, под караулом принуждали к временному отлучению от общества, публичному покаянию, запирали в смирительную камеру с донной водой, а особо упорствующих живьем сжигали, либо сажали нацепь, избивали палками, пытали огнем. Воров и насильников клеймили каленым железом и гнали прочь с поморья. Пустынь занималась скотоводством, морскими промыслами, торговала со многими городами, Сибирью и даже с заморскими странами. Жили богато, прибыльно, на широкую ногу, а те, что правили церковным собором, слыли за земных богов, перечить которым нельзя и опасно. Податей не платили, а сами получали мзду со всех раскольничьих монастырей, с Волги, Камы, Белой и Малой Руси, Лифляндии, из Сибири получали медь и железо и в большом количестве золото. Выговская пустынь стала потом центром всех раскольников. Раскольники — участники многих бунтов. Филарет в соборе вершил суд над еретиками с той же лютостью, какую перенял от существующей власти царя Анчихриста. Так же крепость держать надо, милосердия нету, и гордыня свела гнездо в сердце. И вот низвергнут. Легко ли? Тяжко. Длинная-длинная ночь. Впереди забвение. На запястье левой руки железное кольцо на заклепке. Обновка от калистрата. От кольца толстая цепь в десять аршин длины. В стену вбита скоба. К скобе цепь примкнута на увесистый замок. Микула Юсков услужил таки. Семнадцать суток на цепи. Люто-люто. И вспомнил, как в каменных подвалах Выговского монастыря по пояс в донной воде годами сидели еретики. И он, Филарет-духовник, наведываясь в подвал и думал, обвыклись собаки. Гремя цепью, Филарет сполз с лежанки и встал на молитву. У оконца еще одна лежанка. И на ней верижник Лука, блудливый пес, которому калистрат доверил приглядывать денно и ночно за Филаретом. Лука проснулся от звона цепи, поднял голову от подушки, и Филарет ехидно скрипнул. «Что?» — узрился сучий сын. Лука приподнялся на локте, отпарировал. А летя не спится без рогов-то сатаны. Благостно вышло. Два раза трахнул посохом святой калистрат и роги сбил хвально. Пес рваный. «Горбись, горбись, сатано! Молись, пакель, рука есть! Не будет руки, и ногой будешь молиться!» У Филарета все молитвы вылетели из головы. «Кабы общину на моление призвать, я бы тебя с калистратом по костям разобрал бы в единый час!» Лука заржал. «Кабы у тебя рога выросли до неба, по тем рогам Ларивон поднялся бы на небеси, а с небеси головой вниз бы. Там Елисей встретил бы твоего Ларивона чугунный гирей в тысячу пудов! Го-го!» Филарет вскочил на ноги, кинулся на Луку, да цепь удержала. Лука покатывается от хохота. «Так-а-так, рви ее! Зубами испытай, зубами!» «Вспомни, как праведника Митрофана три недели держал на чепи и заставлял рвать ее зубами! Топереча сам рви! Ну, чего?» У Филарета тряслись руки и ноги, до того он расцверепел, долго не думая, повернулся задом, спустил холщовые портки, нагнулся и присоветовал. «Глядись в зеркало, собака грязная! Рожу видишь или нет?» Лука винтом слетел с лежанки и за железную клюшку, а Филарет в тот же миг, придерживая левой рукой портки, ухватил припасенную доску с лежанки и успел отбить удар. Поглядели друг на дружку, вырвались, как умели, и разошлись по своим местам. Так каждую ночь мира нету. Низвергнутый святой духовник, да под надзором блудливого луки, как такое умыслив, Иуда Калистрат. Ох-ох-ох, явился бы Макеюшка со своей силушкой, да вызволил бы меня из неволи, а огнем пожгли бы отступников от крепости, стонал еженочно Филарет. Еще до того, как Микула оборудовал Филарету надежную цепь, чтобы век не износил, побывал в избушке Лопарев. Калистрат с третьяком в тот вечер выпытывали у Филарета, где он припрятал бумажные деньги и общинное золото, кроме того, что носил в кармашках пояса-чресельника. Филарет упорствовал, прикидывался беспамятным, но когда сам Калистрат сунул в печку железную клюку и растопил печку, Филарет сдался и указал место в избушке, где было закопано в кованом сундучке общинное золотое достояние, скопленное за всю жизнь в поморье. Тут и появился Лопарев. Под левым, затекшим глазом темнел синяк с грушу, губы еще не поджили с хоростами, но Лопарев покривил их в ядовитой ухмылке, когда взглянул на Филарета. «И возлюбил Теаки сына родного», — напомнил Лопарев. Филарет не оробел и ответил с достоинством. «Яко сына сирич того еретика и нечестивца. Так и же, барин. Что ж вы притворялись? И милость оказали, и курицу убили в пост, и прятали под телегой. А наши верят их, алчущего на корми, жаждущего на пои». Филарет прищурился. «Свинью поганую, какая рылом навоз роет, так и же хвально кормят, и в пост, и в мясоед, а потом на потребу тело пускают. Ведаешь ли то, барин чистенький?» Лопарев ответил со злостью. «Теперь ведаю. Испытал и милость вашу, и доброходство». «Спытал, Гриш?» Филарет поднялся с лежанки и, потрясая кулаком, заговорил. «Когда твой дед, православный, мого батюшку холопа, да руками холопов батагами насмерть забил за единое слово, я така же испытал, и милость вашу барскую, и доброходство ваше дворянское». Сколько же горькой и жестокой правды было в ответе старца, что ни обойти ее, ни перешагнуть словоблудием. «От барской крепости только и могла народиться вот такая филаретовская крепость», — невольно подумал Лопарев. «Где же правда и истина? Как ее утвердить на Руси, чтобы люди навсегда позабыли и про крепость барскую, и про ненависть филаретов? И наступила бы жизнь вольная да радостная». И с тем Лопарев и ушел от старца. «Боже, боже, на кого ты меня покинул?» — молился филарет, отбивая поклоны. Как вдруг на улице послышались голоса пасконников, охраняющих избу. Филарет насторожил ухо и открыл рот так слышнее. «Какая епитимья? За что?» — узнал филарет, голос Макея. Лука подскочил на лежанке да к двери. Перекладина на месте, но удержит ли? «Ври, пасконник, убью сей момент!» — гакнул голос Макея, и филарет притопнул. «Така, така, сын мой, убивай гадов ползучих, убивай!» «Голоса, голоса, но чужие, слов не разобрать, и все стихло». «Раздался стук в дверь!» «Кто там?» — окликнул Лука. «Запрись, покрепший Лука!» — раздалось в ответ. Макей возвернулся с Енисея. «Господи, помилуй!» — оробел Лука, крестясь. Филарет воспрял. «О, Макей явился! Сын многолюбимый, сладостный, желанный, богатырь Славушка! Как теперь запоешь верижника каянный? Погляжу-ка!» Трусоватый Лука не стал ждать, когда в избу вломится Макей Филаретыч, да пропишет его в книгу-животную под номером будущего века, поспешно вынул из скоб перекладину и был таков. «Ага, припекло, нечестивца!» Радовался Филарет, будто воскрес из мертвых. «Теперь-то он покажет себя. Небу надышимым жарко будет. И калистрата на огонь, и всех проклятущих изменщиков-апостолов ужотко покажу праведникам сладчайшим, как на хворости жарится. Ох, кобы лес тут был красный, как на каме, учудил бы огневища!» И тут же передумал, к чему огонь, не слишком ли почтенный будет смерть на огне для апостолов-отступников, тем паче для калистрата с юсковыми. Не огнем, щипцами терзать надо. По два раза резать языки, как и они резали в соловках. Пальцы ломать, чтоб хрустели, иглы загонять под ногти, ребра ломать, чтоб трещали. Еще бы какую казнь придумать. Но где же Макей? Или к Ларивону пошел, чтоб сейчас же поднять верижников? Хвально то, хвально. Переминался с ноги на ногу Филарет, поджидая Макея с Ларивоном и с верижниками. Пусть калистрат отобрал ружья у верижников и отдал пасконникам, тем злее верижники. Они с топорами, с жердями побьют пасконников. А сыновья-то какие у батюшки Филарета, богатыри! Прасковьюшка народила только двух казачат, но зато надива всему по морю, особенно Макея в силе, равных не. Минуты ожидания тянутся муторно-долго, как тропа в неведомое, будто течение времени остановилась. «Где же они, сыны мои, отрадные? Горлом бы надо подымать всех верижников, святого повергли. Вопить надо, вопить, если бы не цепь. Он бы сейчас и мертвых поднял на всеношное судное моленье». И вот, подобно буре или черному вихрю, ворвался в избу Макей. Голова под потолок. Без войлочного котелка кудрявая, мокрая, синие глаза вытаращены, дикие. Кожаные штаны, натертые от долгой езды в седле, вздулись пузырями на коленях. Ворот холчевой рубаки разорван от столбика до пупа. Богатырская грудь вздымается, как кузнечный мех. Из вытаращенных глаз будто льдом брызнуло на старца, и он попятился к лежанке. Только тут увидел Лоривона, перепуганного, притаившегося возле распахнутой двери. Звякнула цепь. Филарет и сам вздрогнул от этого звука. Макей уставился на цепи, будто стал ниже роста. «Гляди, гляди, Макеюшка!» — огремел цепью отец. «Повязали меня еретики, собаки, грязь!» «Убивец!» — грохнул сын, потрясая пудовыми кулаками. «Убивец! Сына мого! Веденейку удушил! А, убивец!» Филарет повалился на колени. «Кобы ты! Кобы ты! Не батюшка мой! Кобы ты!» Макей рванул половину разорванной рубахи, обнаружив волосатую грудь. «Убивец!» Филарет съежился, трясся белой головой, бормотал молитву. «Вера твоя! Вера твоя! Сатанинская! Как ты удушил Веденейку! Сказывай! Сказывай, мучитель, сатано, треклятая, сказывай!» Иисусе Христе! Иисусе Христе! Обормотал Филарет, размашисто и быстро накладывая кресты. Макей глянул на иконы, на три свечи и на божницы, потом на отца и опять на иконы, и вдруг рванулся в передний угол, сорвал большущего спасителя одним махом о стол, икона в куски разлетелась, и столешня проломилась. «Иисус твой милостивый, и ты с Иисусом убийца, и кровопивца, и убивца!» Орал Макей во все горло, хватая икону за иконой и разбивая, а стену так, что щепы брызгали. Лорион неистово крестясь, подхватился и кинулся бежать. «Убивца, убивца, нету Бога, нету, не верю!» Еще раз выкрикнул Макей и, потрясая кулаками, пошел из избы. Ударился головой о верхний косяк, выпрямился, схватил продольный косяк, вырвал его, и тогда, уже пригнув голову, ушел. Возле избы не оказалось ни одного караульчика, все разбежались и в становищении души. Подохли все или как? Постоял, подумал, остывая на воздухе. Ах, да! Лорион сказывал, что Ефимию апостолы пытали огнем как еретичку, потом назвали праведницей после того, как удавили веденейку, и что Ефимия теперь лежит в избе третьяка, а возле нее беглый каторжник барин какой-то, Лопарев. И что батюшка Филарет будто из беглых холопов помещика Лопарева. Макей так и не уразумел, у какого Лопарева отец был крепостным, у этого ли, что заявился в общину в кандалах, или у какого другого. Пришел к становищу юзковых, косяк от двери нес в правой руке, как прутик. Ни тяжести, ни удобства для драки. Но если кого умилостивить по башке, душа до рая небесного долетит быстрее пули из ружья. Веденейка мой, веденеюшка, чадо мое светлое, да разумное где ты? Погибель пришла, погибель, через Иисуса пачитого, через Бога, проклинаю, гаркнул в небо и погрозил звездам березовым косяком. Если бы мог, посшибал бы звезды, рог кособокого месяца и дырку проломил бы в тверде небесной, чтоб трахнуть полбу спасителя и Бога заодно отца и сына. Молятся вам, молитвы творят, а вы сатано, но не боги, сатано, не верую в боли, не верую. Даже собаки и те попрятались от ярости Макея Филареточа. В становище юзковых сполошились поморские лайки, но ни одна не отважилась подступиться к Макею, будто нюхом чуяли добра не ждать. Макей постоял возле изгороди, поглядел туда-сюда, потопнул ногой изгородь, повалил ее и вошел в ограду. Миновал избу Данилы Большака, избу Микулы, полуземлянку Поликарпа, с которым вернулся из поездки на Енисей, опрокинул мимоходом кожевенные мялки и, размахнувшись косяком, ударил покатки с водой. Клепки-откатки разлетелись во все стороны с той же легкостью, как дробь из ружья. — Из-за сарайчика вышли четверо с ружьями. — Опамятуйся, Макей! — узнал голос Третьяка. — Что? — Где Ефимия Третьяк? — В моей избе лежит. Ты же знаешь, как ее жег огнем твой батюшка. — Нету батюшки, нету. Сатано есть! — ответил Макей, подобно раскатам грома. — Не зверг я вашего Иисуса в щепу обратил. Не верю в Бога, слышите, не верую. — Опамятуйся, Макей. — Что? — Ну, пуляйте! Не убьете в раз, не жить вам всем, говорю. Третьяк кинул ружье к сараю и пошел навстречу Макею. Тут нет убивцев, Макей. И сына твоего, Веденейку, не нашими руками удушили. И Ефимию, племянницу мою, не нашими руками жгли. О! Макей опустил косяк и бросил его в сторону, продолжая стонать. — Сына моего, Веденейку, чадо мое светлое, удушили! И, закрыв ладонями лицо, зарычал, сотрясаясь всем своим мощным телом. Кто возвернет мне Веденейку? Кто? Красавцу моего, кто возвернет? Иисус Христос или Сатана, кто? Нолчание в ответ. — Кто возвернет Веденейку? Михайло Юсков подошел к Макею, спросил. — А кто возвернет мне Акулину с очадом? Макей уставился на Михайлу и, преодолевая тяжесть на сердце, переспросил. — Какую Акулину? — Бабу мою с очадом. А ли не знаешь Акулину, на которой я женился, когда вышли с поморья? — Акулину? — Померла, что ли? — Твой батюшка огнем сожег, як и еретичку, и чадо така же. Уже семь недель прошло. Макей сгробастал себя за волосы и готов был оторвать собственную голову, изрыгая проклятие на отца-убийцу. — Буде, Макей, Буде, нету у нас этой крепости Зело Борзо, порушили. А Бог есть. Иисус Христос есть. Не богохульствуй, Макей. Сравно так-то. Сравно. Удушить малое чадо во имя Иисуса, то не сравно. Можно? Иисус повелел. — Давайте мне того Иисуса. Я его не на Голгофе распинать буду. Я его... Макей не умыслил, какую бы казнь совершил над убивцем Иисусом. Где Ефимия? — Сказал же, в моей избе лежит. Пытал ее сатану огнем? Пытал. Макей направился к избе, а Третьяк за ним. Не надо бы тревожить больную Ефимию и без того до смерти запуганную. Но Макей твердит свое. Погибель пришла мне, Третьяк. Вижу то. Через отца своего треклятого. Веровал в него, якобы Иисуса. А кто они теперь, Иисусы, батюшка мой? Татьяль того хуже. Попрал их изверх из души. Не кричи так, Макеюшка. Говорю же, Ефимия идю же хворая. У смерти на оглядках. Ладно. Кричать не буду, Третьяк. Но тром гореть буду, Третьяк первым прошел в избу. От сальной плошки в избе густой полумрак. Справа малюсенькая глиновитная печь с подом. Хлеб-то надо печь. Слева кухонный стол с кринками, чугунами один в другом, деревянные ведра. В избе Троим не повернуться, до того тесно. Только у печки пятачок, где еще можно стоять. Все остальное занято пятью коваными сундуками с рухлядью и двумя лежанками из березовых кругляшей с толстым слоем умятого ковыльного сена, а поверх сена пуховые перины. Наволочки на подушках, шитые древнерусскими узорами, одеяло с лисьями и подбивами, легкие и удобные. Покрывало и рухлядь голландские. Третьяк не обошел себя, когда от церковного собора плавал в Голландию с пушниной и с рыбой от собора. Мужик оборотистый и жить умеет, говорили в поморье про Третьяка. Одна беда, сыскные царские собаки могли накрыть Третьяка, приговоренного заочно к повешению. Много он учудил в Москве и много добра награбил, породнившись с французами. Макей сразу увидел Ефимию, подружию свою, из-за которой однажды попрал волю родителя, а если к тому пришло, попрал бы и Бога. Захолонуло сердце, как только встретил черный, текучий, отчужденный и в то же время наполненный через края смертным страхом взгляд Ефимии. Не пужайся, вывернул изнутра и тяжко вздохнул. Голова Ефимии до щек утопала в пуховых подушках. Волосы на лбу кудрявились в кольца, глаза ввалились, щеки впали, резко обозначились скулы и сама такая непонятная, льдистая, будто впервые увидела богатыря Макерия. На другой лежанке проснулась баба Третьяка, Лукерия, телесая, успевшая натянуть до шеи одеяло и накинуть на русые волосы черный платок. Рядом с Лукерией две девочки, беленькие, одна на другую похожие, как близнецы. Возле дверей остановился Третьяк и только что перешагнувший порог любопытный и настороженный Лопарев в однорядке без войлочного котелка. Для Макея существовала только Ефимия, ее бледно-исхудалое лицо, чуть горбатящийся красивый нос, ямочка на подбородке и белые руки поверх шелкового синего одеяла. На коленях одеяло приподнялось шатром. Мозолистая рука Макея закрыла, как черным камнем, белую руку Ефимии. Вот и возвернулся я с Енисея, сообщил, и Кадык передвинулся на его толстой шее. Ведаю теперь хитрость, сатано, ведаю. Знать убивство обдумывал загодя. Наказывал, чтоб я не возвертался с Енисея, место обживал бы со товарищами. Двух кого послал бы в общину, а четырнадцать осталось бы на новом месте, умыслил убивец. Умыслил треклятый, а я вот возвернулся, нутро болеть стало. Места себе не находил в тайге дремучей, на зверей хаживал, а рогатина в руке дрожала. От смутности все должно, чуял беда где-то, а где? Не мог понять. Думал с общиной что, вот и поспешил обратно с поликарпом и с варласием, паской брюхом. Одиннадцать там осталось в тайге, двух медведей задрали, так и живот. Ефимия слушает, а в глазах испуг мечется. Боишься вроде. Чего мне бояться? И тут же подумала. Отреклась же, отреклась от макея, на судном спросе, а руку отнять не могу. Сатана пытал тебя. Глядеть хочешь? Покажи. Ефимия молча откинула одеяло, гляди, мол, коль словам не веришь. Груди, вспухшие, пожженные клюшкой, затянулись черными коростами, как зимняя кора на плакучей старой иве, а на животе такие же коросты и опухоль. И на плече рубец от пастырского посоха. Закрылась, сказала, ступай теперь. Благодарствуй батюшке Филарету Наумычу, якоправеднику причистому, приблагостному, и, закрыв глаза, прикусила губу, чтобы сдержать слезы. У макея сами по себе поднялись кулаки, и в горле костью застряла злоба. На пропыленных медным загаром щеках вспухли жиловаки, и борода будто задымилась рыжим пламенем. Кабы он, не батюшка, по ветру бы развеял пеплом. Помотал головою, спросил. — Кто из апостолов сполнял волю сатаны? Кто жег тебя железом? Калистрат? — Нет, калистрат не жег. — Кто? — Сказывай. — За твои коросты, за веденейку удушенного. Нонешнюю ночь суд буду вершить. Один, супротив всех верижников и пачи того апостолов. Супротив бород сивых и чугунных. Обмолочу головы, а потроха в землю втопчу, на три сажения сказывай. Глаза Ефимии распахнулись от ужаса, знала, глагол Макея не по ветру бьет, а по живому телу. И если Макей поднял руку, жди, смерть будет. Сколь раз сама ждала смерти, но рука Макея знала-таки меру для бабы своей, спускала силу, не доходя до тела. — Сказывай, али мало тяжгли? Ефимия горестно вздохнула. Оттого и крепость народилась, тиранство за тиранство, око за око, зуб за зуб. К погибели то приведет не к жизни. Как бары да дворяне тиранят народ, так и сам народ промеж себя стал тиранить друг друга, да мучить, да изводить. Не по-божье то. Иисус заповедал. — Нету Иисуса. В щепы разлетелся. Бухнул Макей, как молотом по наковальне. Лукерья с перепугу икнула, и, не успев перекреститься, нырнула под одеяло, а за нею девчонки. Третьяк набожно перекрестился. — Опамятуйся, Макей, опамятуйся. В избе-то у меня декое богохульство. Не можно так, взяло борзо. Макей гавкнул, не обернувшись. — Выйдь за двери. — Изба-то моя, Макей. И баба моя тут, с отчарями. Макей что-то хотел сказать Третьяку, но увидел чужого человека, большелобого, глазастого, не поспонника, а бразина и неверижника. Не тот ли барин Лопарев, про которого говорил Ларивон? — Кто такой? И толстые брови Макея сплелись. — Чего молчишь? Аль язык за дверью оставил? Лопарев последовал ответ. — Барин? — Беглый каторжник. — Из барда на каторгу дивно. Топереча праведник сказывает. И пачпорт пустынника заимел. — Ни праведник, ни пустынник. — И то хмыкнул Макей. — Из барда в праведнике. Небо хохотать будет. Ведомо, каковы бары да дворяне. Холопов бьют, холопов жрут. И на холопах выезд совершают, как на собаках лопари возле студенного моря. Слыхал про лопарей. — Дикари, очище бары, дворян, пачи того, царя и анчи христовых попов. Ефимия хотела защитить Лопарева, но побоялась перечить Макею, как бы хуже не было. Макей посопел, кивнул головой. — Ступай из избы, барин. Аль ты от сатаны народился. Зришь чужую подружию в постели. Да без платка. Лопарев перемял плечами и ушел. Макей кивнул третяку, и тот не стал ждать, когда непрошенный гость даст пинка. — Барина зрить, свою душу зарить. — проворчал Макей, закрывая дверь, а тогда уже вернулся к Ефимии. — Вережников молотить буду, апостолов. Так же обмолочу яка, ячмень из гумна. Ефимия приподнялась на подушках, думала, чем бы укротить ярость человека, потерявшего голову. — От зла зло творить будешь. Под Богом ходишь. Вспомни. Макей покривил губы. — Нету Бога Ефимии, нету. Не видывал, не зрил. За тридцать годов. Сына Мого и Твого. Веденейку Кудрявого под Иисусом удавили. И Бог то зрил, и силу дал душителям. Такова Бога по очистним Иисуса. Пинать надо, в землю вогнать на три версты, в гиену огненную вернуть, смолу кипучую. Ефимия не на шутку перепугалась и заслонилась ладошками. Что испужалась? Не богохульствуй. А ли Бог повязал тебя беревками на лексе и тащил пытать в подвалы собора? Бог тебе жег каленым железом перси и чрева? Зрила Бога или сатану? Нету Бога Ефимия? Аман единый, как перс вот. Изыди, изыди. Иисуса да погаными устами. И гром тебя не ударил. Макейя склавился. Не ударит, небось. Нету у него грома, нету у него молний, нету у него ушей, нету у него глаз. Пустошь едная. Иисус от книг пришел со Богом своим. От Библии той, да от Евангелия. Умыслили звери. Туман напустили, чтоб люди за тот туман огнем себя жгли. Молитвами да постами морились, да младенцам душили. И то есть Бог, и то есть Спаситель. Свят, свят, свят. А ли ты веруешь, опося железо, опося веденейки? Озрись, отринь туман тот. В глазах Ефимии пламя гнездо вьет. Макей ли рядом? Не сатана ли в образе Макея и с бородой Макея? Лукерью под одеялом трясет лихорадка, до того перепугалась. Час настал, откроюсь тебе, продолжал Макей. Отринул я Бога, когда еще парнишкой ходил. Батюшка тогда в Большом соборе на Выгее духовником был. Пытки учинял еретикам. Водил меня в каменные подвалы, чтоб я потом так же изничтожал еретиков. Зрил, зрел. Кости ломали тем еретикам. Языки щипцами вытаскивали и ножом отрезали. Уши резали. Под ногти гвозди загоняли и жгли, жгли. Как тебя вот. Каменел потом от страха. Подучая стала бить. И батюшка отослал меня к охотникам-верижникам на море. И думал с той поры, Бога нету, лютость и зверство единое, чтоб веру одну держать. И, потрясая кулаками, спросил. А к чему та вера, скажи? Туман тот. Не принимаю тумана. Жить вольным хочу, яка птица. Лба не крестит. И пост не блюдет, а под солнцем ликует. Ефимия судорожно сжимала руку рукою. Если бы давно вот так открылся Макей. Вечно молчал, сопел себе в бороду. Сверепостью душил, а от сердца слова ни разу не обронил. Озрись, озрись, Ефимия, отринь туман тот, клятву дам, на руках носить буду. В городе жить будем, без Бога, без Иисуса. Ефимия готова была втиснуться в подушку. Не будет того, не будет. Изыди, изыди, Богородица, причистое, спаси мя. Макей глянул на иконы в переднем углу. Пощипал бы их. С Богородицей, со святыми угодниками, с Иисусом. Ладно, молись. И ушел. Ефимия не могла оторвать взгляд от двери, за которой скрылся Макей. Он ли был в избе? Макей ли? Не удалось Макею обмолотить апостолов и верижников. Как только высунул голову из сенной двери на улицу, в тот же миг в шею впилась веревка. Не успел рукой взмахнуть, как дыхание перехватило. Притьяк постарался с Микулой. Захлестнув удавкой, повалили и руки заломили за спину, да веревками связали. И ноги стянули в кучу. Не удушили? Пыхтел Микула. Экого в час не удушишь, ответил Третьяк. И чуть отпустил веревку на шею Макея. Тот со свистом набрал воздух, узнал юзковых. На огонь по волокете спросил. Исус-то он с огнем, да с ворами и грабителями, за одним столом трапезу правит. Третьяк, долго не раздумывая, завернул в сене, нашарил там какую-то тряпку, помойную должно, и этой тряпкой упаковал срамную пасть богохульника. Подняли и потащили к избе Филаретовой на судный спрос. По всей общине вопли, стон, мыслимое ли дело, еретик пощипал древнейшие иконы. Такого не зрели от роду до нынешнего века. Старушонки ревели в голос, старики изрыгали проклятия, молодые мужики и молодухи набожно крестились. Ну а пустынники-верижники, тут и говорить нечего, источались в вопли, как ветер в свисте в зимнем лесу. Со всех землянок и избушек бежали мужики и бабы к избе Филарета, чтобы откреститься от еретика и отвести от себя кару Господню. Возле избы Филарета, на той самой телеге, где когда-то скрывался беглый каторжник Лопарев, соорудили стол, накинув на телегу скатерть, а на ней щепы от древних икон. По краям телеги свечи зажгли. Сытый чернобородый калистрат, умильный и благостный, торжествующий свою полную победу над Филаретом, возвышался возле телеги в облачении духовника. И крест золотой на цепи, и посох новый, с золотым набалдашником от старого, и голос зычный. И в академии побыл к тому же. По всем статьям архиерей. Макея поднесли к телеге, развязали ноги. Выньте кляп, повелел калистрат и приказал, чтоб привели старца Филарета. Низвергнутый духовник идти не мог, паралич хватил. Правая рука и нога чужими стали, и рот перекосился. Легко ли было пережить, как сын Макей щипал самого Иисуса? Отца и сына поставили рядом. Двое верижников поддерживали старца под руки. Калистрат помолился, начал спрос. Сын ли твой, Макей, стоит рядом? У Филарета что-то забулькало в глотке не разобрать. Калистрат протянул руки к общинникам, братьям и сестрам. Многомилостивые. Зрите, зрите, вот он, перед очами вашими, старец Филарет. Поднимали вопль, что я под спудом держу Филарета и посох отобрал силой. А того не ведаете, как я сбил тем посохом рога сатаны из башки старца? Пронесся глухой стон. Оглаголить, оглаголить еретика, что означало обвинить. И Калистрат оглаголивает. И вот, братья и сестры, заявился, но не вечером, Макей, сын Филаретов. Кабы старец не осквернил Иисуса и Творца нашего и Духа Святаго. Разве совершилось бы такое святотатство? Зрите, иконы наши в щепу обратились, образ Спасителя. Продолжение следует...